Пришел к изготовлению удвижных ящиков. Для их изготовления использую 12 мм фанеру. Во время эксплуатации удвижные ящики получают приличную нагрузку, поэтому предпочитаю их делать из фанеры, а не из ДСП. В боковых заготовках ящика делаю шипы и пазы для соединения деталей между собой. Дно у ящика будет из 6 мм фанеры, которую вставлю в паз выбранных боковых деталей удвижного ящика. Паз выбираю, соответственно, с помощью 6 мм диска. И, собственно, само дно. Детали склеиваются между собой на ПВА клей. ayı худож trekking и на землю. Подматриваю их примерно на газ. Детали с облегченки. Детали мы exceeded металлические гmb и худож的 среди изготовлений� Norяков. Для сборки выдвижных ящиков выбрал такое соединение паз и шип, которые вырезал на пильном станке с 6-миллиметровым диском. Посадил это сейчас на клей, после чего по два, может быть по три самореза еще сбоку закручу, усилить. Просто так быстрее и проще, чем делать классическое шиповое соединение. Дно из 6-миллиметровой фанеры, которая вставлена в пазы. Также эти пазы сделаны на пильном станке с 6-миллиметровым пильным диском. Одна сторона без паза, это для того, чтобы дно можно было вставить. Потом, когда все это подсохнет, также на саморезы здесь прикручу. И осталось придать в выдвижном ящику товарный вид, шлифовка и покраска. Покрыл ящик паркетным акриловым лаком в три слоя. Саморезы кстати в углу не стал закручивать, соединение без этого получилось прочным. Существует скепчивает, шлифовка и шлифовки. Продолжение следует... Фасад на выдвижной ящик сделаю вот из таких деталей, которые вырезал из 18-метрового соснового щита. Крепиться между собой они будут также с помощью шифрового соединения. Обратите внимание, что толкатель с помощью струкцины прикрепил кусок фанеры. Он несет на себе функцию противоспольного вкладыша. Без него на выходе у заготовки будут вырывать волокна бревесины. Продолжение следует... Примеряю насухо. После того, как убедился, что все детали между собой сходятся, произвожу окончательную сборку. Стараюсь такие вещи на всякий случай делать с припуском. Поэтому сейчас мне осталось убрать все лишнее с помощью пилы и рубанка. Продолжение следует... И с помощью шлифмашинки и фрейлера придаю фасаду окончательный вид. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова opens. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Егорова Для того, чтобы прикрепить фасад к выдвиженному ящику, использую двухсторонний скотч. Продолжение следует... Обкладываю какие-либо прокладочки, чтобы был зазор между нижними фасадами и фасадом к выдвиженному ящику. И приклеиваю его. Засверливаю отверстие под саморезы. Засверливаю отверстие. Вот так вот выглядит фасад, который я сделал. Осталось ручки прикрутить. Я просто пока еще не решил одну делать по центру или две по краям. Но это уже дело вторичное. Ну с этим все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok